Маловероятно, что сейчас есть такая пачка людей, которые, о, там дом в лесу, поехали, завалим, ну и идут, валят. Нет, не верю. Будем посмотреть. Конечно, интересно сейчас, что возьмут они с вторым саппортом. Это гораздо интереснее, чем... Вот как раз о чём я говорил. Дизраптор. Дизраптор, правда, я его в другую команду прочил, но вот так. Ну там места нет, там атаки из два саппорта. Три это уже как бы... Ну это не то. Так почти никто не делает. Это опасно. Как бы то ни было. Ну что ж, стадия ластбанов, ластпиков. Все дела. Ну остаётся сейчас команде в атаке угадать с мидером. Ну забрали пака. Хорошо. Вопрос теперь открыт с хардлайнером. Ну или с фармилой. Всё-таки не уверен я, что дуб будет. Фармилой или хардлайнером. Пока ещё. Не думаю. Короче, команде лайтфайв надо сейчас прям вот напрячь свои извилинки. Чтобы они пошевелились прям так, как следует, хорошенечко. И это спектра. Но своеобразный бан. Как керри, почему нет? Вполне себе. Бан зашёл более-менее нормально. Вопрос только в том, кто же тут всё-таки дом. Но если ты справ с лесом, то он пойдёт в лёгкую. В чужом лесу всё-таки. Вот как раз-таки в прошлый раз ребята спектру пикали как основного керри под связку Тайтхантера-Даззла. У них как раз заезжала спектра. А сейчас они спектру сами банят. То есть они явно что-то задумали. Вполне себе может быть. И это Клинкс. И это хардлайнер. Клинкс пойдёт в харду. Зевс пойдёт на мид. А Вич-Доктор с Огром будут пикать Дума, который будет заходить в лесок. Собственно, на лёгкой линии. По идее должно быть так. Но я бы всё-таки Дума отправил в харду стоять. Потому что, понимаешь, здесь ситуация такая, что раз фарменный Клинкс, Клинкс с Арчидиком, он порешает больше тел, нежели Дум с чем-нибудь. В новом патче он ещё и с Дизолем может быть. Ну, как бы и с Дизолем. То есть, как бы Клинкс с Баблом решает лучше, чем Дум с Баблом. Потому что пока Дум нафармит, хрен с ним, пусть на рефреша. Ну, это пройдёт вообще. Просто с ума можно сойти. И Дисраптор заходит ласт пиком в команду. На Лайтфайв. Ну, а Клинкс, он хоть что-то насобирает и будет уже дамажить. А Дум, я говорю, то есть, как бы, если у него есть куча фарма, ну, Шиву там он себе соберёт со временем. Может, вместо Шивы Керасу. Ну, там, может, что-нибудь ещё соберёт. Какую-нибудь Хексятню или прочую ересь. Может, там, Блинкс соберёт, если ему сильно захочется в драку полезть. Прямо-таки наражён. Инициировать, так сказать, как следует. Пожалуйста, почему нет? Но, как бы, это будет не настолько результативно, нежели, как бы, всё это бабло вбухать в Клинксы, которое будет просто уничтожать. Причём, реально, не кисло будет уничтожать, даже несмотря на то, что... как он будет раскачиваться. У нас тут есть Дазл. Можно посмотреть на его закуп. Товарищ закупился просто моментально. Ещё никто даже веточку купить не успел, а Дазл уже купил Курьера, Сентрики, Дасты, даже где смог, запасы Кварити и Тангусы. Ну, это хорошо, причём, смотри, тут у ребят два пака. Панда у нас пойдёт в мид, потому что, я так понял, его запулили Тангусами. Ну, для фастботла, да. Да, панда идёт в мид, опекают, значит, репле... Антимага опекают. Дазл, да. Да, с этим в харду пошёл Тайдхантер. Ну, в принципе, нормальная расстановка, стандартная. Ну, и смотри, там Тайдхантер против Клинкса будет стоять, а это Тайду очень неприятно. Да, и получается, Клинкс пошёл как бы соло на лайн, а Дум всё-таки пошёл в харду и получается, он будет заходить в уражеский лес периодически. Ну, тогда надо местами поменять Дума и Клинкса. Будет лучше. Ну, вот так решили. Может быть, они не ожидают триплу там наверху, хотя, с другой стороны, а что там ещё ожидать? Ну да, если ты как бы идёшь в свою харду втроём, то что ожидать на лёгкой линии? Логично. Ну что ж, Горн, щитные секундочки, удачи, удачи обеим командам. Надеюсь, они покажут красивую и интересную доту. Ну что ж, богатство забирает себе Огр. Жадный Огр. Ну и Хоста лежит где-то там снизу. Болтыхается. Всё-таки где вот для тебя будет самое интересное противостояние ближайшие 10 минут? Сверху, снизу, в середине? Ну, скажем так, наверное, самое интересное будет посмотреть, как триплы, две триплы будут разбираться друг к другу, потому что, как бы, соло-стояние там понятно, в принципе, так более-менее, а вот что устроит ребята в трипле, это было бы интересно, потому что они сейчас будут мешать друг другу по максимуму. Ну, если сумеют, конечно. И главная задача Огр с Вичдоктором это мешать антимагу. В принципе, у них всё для этого есть. Ну, и у них пока получается мешать. Да, намешали. На два крипа меньше антимаг забрал, чем Doom. Ну, по крайней мере, с первой пачки Тайт Хантер пришёл наверх. Оставил соло Клинкса и что сейчас антимага отправят к Клинксу, что ли? Ну, да, так и сделано. Ну, в принципе, наверное, вот это единственное правильное решение было понять, что если они хотели, чтобы он получил какой-то фарм, то ему проще стоять фармить внизу, нежели. Но здесь Клинкс тоже не сможет карастить его постоянно, если сам не захочет фармить. Ну, как тут он его не сможет хорать? Ну, как тут он его не сможет хорать? Товарищи как бы антимаг бы помер. В это время антимаг никого нет. Ну, вот видишь, они меняются местами, трепла спускаются на низ, вот, где теперь сейчас попытаются поймать Клинкса, что у них вряд ли получится. Вот. Хотя, если дезераптор вернёт его, не вернёт. как тут дезераптору-то, а? И дезераптору-то, ничего не сделают, более того, они сейчас, они ещё и выходят от него. Ну да, по лицу они, конечно, получили достаточно ощутимо. А сюда ещё огур приходит. И вот, теперь становится всё как надо. Дазл пытается там, как-то, убежать от Клинкса. Клинкс вроде бы ему настрял. Верхняя линия переместилась вниз с заменой сатаны на Клинкса. Ну, опять же, я думаю, она переместилась не по задумке, просто ребята реагируют на то, что делает противоположная команда. И пытаются помешать фармить антимагов. понимают, что этому товарищу фармить нельзя. Так-то да. Сбили фласку Вич-доктору. А это не страшно, у него и так манта там почти фульная была, так что непринципиально. Сейчас вот неудачно один раз кто-нибудь вылезет из этой триплы, у него застанет спокойненько огур, получит каску ещё от Вич-доктора, ну и как будто особо-то и не уйдёшь, особо-то и некуда. Так что стоит поаккуратнее. Ну вот как я и говорил, Doom захаживает в лесочек, фармит он значит стак, точнее не стак, а крипов. Вот здесь и как бы никто ему не мешает. Ну а там блин, зайти пофармить. Нажал кнопку X, чтобы съесть. Так что как бы это не сильно тяжело, понимаешь, сделать. зашёл, он смотри, диссераптор, да, отвалился. Всё. Чуть-чуть почувствовал силу в своих стальных коках и получил. Не надо, рано. при этом на миду у нас перефармливает зевса панда. Несмотря на то, что зевс памят постоянно с киллами. Ну там на 3 крипа всего, то есть там перефарм такой. Да, конечно, есть 10 денаев у брюмастера, но не просто я подразумеваю о том, что зевс ну да, у зевса поменьше опыта, но всё равно он как бы... Зевс с дальней атакой мог бы как бы ну нет, не получается. Ну как бы не сильно он мог, я тебе скажу, по причине того, что его... Поэтому панда как бы уже шестой и не учил пиво, поэтому зевсу толком-то ничего не мешало. Понимаешь, тут прикол в том, что зевсу мешает его офигенно низкая скорость атаки и отвратительная анимация. Зевс фармит только первым спелом. Добивать зевсом с руки это дело ну так себе. Абсолютно так себе оно как бы не работает и не надо. И кстати вот антимаг пришёл сейчас думаешь ли похарасить попробовать. Посмотрим что из этого получится. Ну и как бы здесь дозляшка не отвалилась вместе с дисраптором. А нет ТП наверх даёт сейчас у нас Вич доктор. Вич доктор может, Вич доктор взрослый. На ней степо Тайтхантер. Они антимага не дают они ему спокойно пофармить нигде просто ходят за ним попитал. Ой Вард купили вернули бедненького Клинкса не уйдёт. Да не уходят буквально вот чуть-чуть не хватило да Хороший Вард правильный вовремя всё было здорово отпортил немного кровушки Клинксу Ну кстати говоря 7 минут у Клинкса Непонятно куда идёт панда они идут ломать башню наверно просто потому что убивать там некого А вот кто-то идёт на собственную погибель Клинкс как бы второй раз сейчас не отъехал Ну да Вардик то есть кстати говоря Вот О чём я и говорил да Клинкс зря вернулся сейчас минус варшин скорее всего будет если не минус даззл не даззл с крестом то зря зря беспокоились за даззлятину А при этом антимаг продолжает ничего не делать Ну как сегодняшние игры показывают антимаг он может ничего не делать и у него ничего не получится Да я кажется я слышал что если он не фармит то толку от него мало Что-то в этом духе Да действительно один поломали снизу неприятно но как бы проблема другого рода ваш керри не фармит Вот абсолютно то есть два персонажа которые могут вносить урон причём один который реально может а второй который ну надо постараться и он будет вносить урон То есть как бы антимаг и брюмастер Ну как бы антимаг ну ничего нет У меня есть только штука на руках куда они будут сейчас юзать ну дело такое да сейчас вот каска хорошо вошла ещё и сатана повесил на тайтхантера отлично просто дум это минус тайтхантер просто без вопросов панда разложилась неприятно для сатаны минус сатана 1-1 ну так же люлевских наверное и дозляшка здесь получит всё таки в свою очередь я боюсь мне кажется зевса не опустил получил у зевса нет ультимейта ну два в два в размен в принципе идентичны в плане того что ой брюмастер еще получил по шапке нет они получается и от зевса который фармал ну как тебе сказать тут тут да то есть как бы то что сдох фармящий дум это неприятно безусловно но все еще живет и жить будет фармящий клинкс клинкс продолжает ходить под вардами но он должен понимать что под ними ходят то есть как бы не просто так а еще же есть просветка еще есть пыль у того же дазмера ну и клинксу сейчас вот да больно неприятно вот вот она и пыль вот она ревердж в одного все не ну ревердж в одного это ну в принципе это нормально было потому что он его реализовал бы в лучшем случае как раз вот она у него откатится появится следующий шант на реализацию так что фармящего клинкса топ скажем так фармилу на карте забрать стоило ну в принципе да то есть вопрос на самом деле открыт то есть стоило ли приберечь куда-то прийти реведжем вот или же забрать вот его одного но стопроцентно ну команда посчитала что стоит действительно его забрать ну если посчитала то ради бога ну и мы как видим уже последние 5 минут у клинкса ничего не появляется у него как была базила с ПТ так она у него есть и денег на кармане нет практически ну там летит к нему на самом деле райсбенд но это будет вместо базила аквила а большого толку от него это не туда после если бы его не гангли у него уже одна палка была бы обливин как минимум персик появился у антимага грацуем антимага с персиком блинг уже у панды но это очень хорошо вопрос реализует ли ульта у него откатилась соответственно он сейчас будет более агрессивно себя вести и однозначно мне кажется он его реализует сейчас как только ребята подумнутся на хайграунд за башней они увидят здесь проблема не в том чтобы реализовать один раз а проблема в том чтобы на протяжении 6 минут не давать покоя вот в чем есть прикол в чем вся фишка так стягивается команда забирать башню вверху ну а клинк с тем временем заполучил башню снизу т1 ну и подпушивают вторую при этом как бы у ребят есть все чтобы отдэфить верхнюю башню есть ульт вечдоктора который может серьезно как бы есть ульт отзывса и будет тяжело до башни зайти если эти поставить там все что можно ну да приятного конечно мало отогнал тайдуху клинкса но у клинкса уже полторы штуки на кармане есть но видать где-то достал вот там каска замес попытались поймать антимага крест дум на антимага ну здесь антимаг все-таки отваливается надо было донять нет нет не доняет минус антимаг минус дайвл минус диссер просто минус 4 причем панда стояла в сетке которую дал дум довольно-таки интересный выбор дума это не волки он съел а именно съел тролля который дает скелетов и сетку ну сейчас волки рановато их есть еще ну вот он пользуется этим скилом вот он фармит скелетами то есть ну что ж по таврам сейчас впереди все-таки команда какая команда команда света команда в атаке сломать сломать вот разложил с пандом ну и кого рев четверых накрыли одного заявлен второго но пока только минус лога вич доктор вич доктор дума скорее всего антимаг ушел нет антимаг не ушел нет не ушел да это самое забавное но еще и тай духа не уйдет и даззл не уйдет отсюда никуда да минус даззл не очень хороший размин отвратительный я бы сказал вообще то есть поменять вич доктора на минус даззл антимаг это вообще никуда что проигранный раков чувствую можно сказать ну как бы да очень не очень я бы сказал ну и теперь в атаке могут в принципе спокойненько т1 на миде заваливать прям таки как хотят там зевс на аганим потихоньку копит ему в принципе штука 200 и вуаля все двери перед ним открыты теперь штука 50 я бы даже сказал штука 40 и у него все будет как он захочет еще бому 11 и какую нибудь ересь типа world of discord и прочую какую нибудь фигнюшку и замечательно дом скорее всего идет он идет скорее всего идет пти раз ой даззл даззл как интересно умер от вич доктора 1 в 1 1 not bad еще ультимейт от зевса сгорит тай духом сгорел тайт умрет антимаг дисраптор уйдет скорее всего а вот брюк неприятно неприятно 3 в 2 опять майнкерри потеряли хотя мог и не разложиться есть ульта у дума скорее всего будут они это ультой либо дезераптора контроль скорее даже больше не дезераптора а тайтхантера самая неприятная ровыш в этом ну да ой 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 клинкс уезжает в таверну ну что-то как-то клинкс достаточно часто сваливает в таверну прям алкоголик какой-то да конечно 2 блинстав у него есть там по-моему уже и арчит с ним улетит рецепт да там уже рецептик готов все вроде бы неплохо но что-то как-то не получается не складывается у него игра неужели там месицы собрались не нашли всего лишь вич доктора в лесу вместе с думом дом ультимейд на брюмастера ой минус вич доктор ну здесь скорее всего не уйдет брюмастер да брюмастер не уходит почему-то не пытаются заденайть чуваков под думом минус 1 минус 2 соответственно минус дисраптор минус тай духа ну и дазл кое-как сваливает со своим керри антимагом антимагу еще 700 голды надо хоть как-то откуда-нибудь достать из-под пола не знаю чтобы все-таки получить заветный battle fury а уже 18 с половиной минуты проблемно на самом деле очень проблемно что будет делать в этой ситуации антимаг тоже не ясно потому что лица крошить он не может сервис надо понимать что battle fury ему нужен не для того чтобы врываться в замес а для того чтобы быстрее фармить но как бы battle fury дает приятный бонус плюс 65 к атаке то есть ну на безрыбье и battle fury арт на дамаг тоже надо понимать то есть battle fury в руках антимаг даст просто надо будет просто ускориться противоположной команде чтобы не дать ему нафармить ну да потому что это не решит сразу проблем антимага просто начнет быстрее фармить если повезет а может и не повезет ой сейчас клинкс антимага ну вот на хосте неприятно конечно неприятно очень-очень бобой еще блинк есть так что как бы надо было дождаться пока хостас с него кончится понятное дело что он ушел бы ну да но с другой стороны знаешь его так немножко запугать тоже напомнить о том что я есть в инвизе а у тебя нифига нету ты копишь себе там на всякие арты чтобы меня валить так что получай напоминание по-моему тоже вполне себе ну ребята палятся под вардами в лесу заезжает первый вещдоктор ой хорошо каску поставлено реводж нет не будет реводжа 27 секунд ооо ооо нет умирает все-таки тает хантер больше 116 урона нанесло проклятие вещдоктора сколько оно кстати наносит урон 20 дополнительный урон 40 странно ну короче не повезло ему не фортануло ну это вот вот ребята там кучковались в лесу под вардами ребят отец на них вышли минус тат хантер минус инициатор который помогает им разруливать замеса теперь ломать мид по крайней мере т2 точно они сейчас ломают пойдут дальше не пойдут скорее всего скорее всего нет скорее всего пойдут в верхнюю башню пушат ну как бы да денюжки то им нужны они им точно не помешают причем на бкб себе купят бонька у него есть уже угрик лап не хватает конечно бабли еще не даметрил хаммера не уж тем более до рецепта хотя дешевле стоит вот команда света дружно толпой отправляется спушить верхний товар ну да а у антимаг на 21 минуте появился battlefury теперь теперь антимаг хотя бы не просто кусает но еще может порезать что в принципе немаловажно на самом-то деле вот сейчас антимаг идти участвовать в псевдомессиве и терять время и крипов или пойти пофармить пару минут неправильное решение делать они начинают псевдомессиве участвовать ну хотя мессиво начинает развиваться потихоньку смотри тут какой спектр целых услуг ультимейтов уже два примерно накидали отправляется в фонтан клинкс дазл дисраптор тайдуха антимаг вопрос уйдет или не уйдет нет антимаг уходит ну бремастера вряд ли отсюда конечно заберут я так смотрю у зевса у товарища нет яула поэтому поднял его в ульте дисраптора как раз таки панда сделал это абсолютно зря очень сильно помогла зевсу в этом плане потому что он в ульте дисраптора все равно не дамажил бы скиллами а просто получал бы урон но он этого не делал потому что был поднят вверх аккуратненько можно сказать панда спасла зевса ну да возможно он сам хотел его добить собственноручно но как-то вот не фортанул аганим есть у зевса дас его себе готовит дума сейчас он получит не хватает тоже здесь буквально фигню какую-то не хватает 10 секунд 8 секунд и пожалуйста вещдоктор тоже будет аганим и это неприятно чужая команда безусловно и как бы уже плевать ну 62% сопротивления к магическому урону получает у нас антимаг ну и как бы что он с ним сейчас сделает под ультой зевса и под ультой вещдоктора с этими 62% сопротивления снимет эффекты аганима и все а так то не 896 хелс чему сопротивляться ну вот видно что ребята очень сильно отстают по деньгам и по xp потому что противоположная команда уже имеет в арсенале ребят с аганимом с орчатым с шивой все практически ну не все ну да практически все с сапогами кроме вещдоктора а у ребят с противоположной командой есть только блинк батл фури и все арканы и брестеры не в счет не в счет не в счет Сейчас вопрос в принципе стоит в том, когда будет подниматься команда в атаке. Причем они потеряли всего лишь один тавер и есть над чем задуматься. Аганим собрал вещдоктора. Ну как бы сейчас удачненько залететь куда-нибудь в какую-нибудь драку, которая, помню, сейчас начнется уже, то есть должны были спалить хотя бы примерно дисраптор, уже отправляется дум на перехват. Нет, передумал. Ну вот они спалились под вардами и под центриками, видят они клинкса, собственно поэтому все и разбегаются. Будут играть сейчас от дефа, будут ждать пока они заберутся на хайграунд, будут им в лицо кидать ревейджи, раскладываться будет панда, будет вешать в лицо дисраптор, ну так нелегко будет забираться, но в моем случае время работает сейчас на ребят, у них фармит дум, у них клинкс, а антимаг не фармит. Ну да, он бегает на базе. Так, ульт дазл прописал по парням, да, он хорошо на троих он уже прописал. Ну тут дело в том, что ульта всего 100 мана стоит, он и откатится 10 раз, и арканы есть, ну это не такая проблема. И откатывается, сколько он секунд? 40 секунд. Да он через 15 секунд уже будет там на следующее. Ага, все, ребят пошли рошана забирать, понятно. Ну а как бы нам не дают подняться на хг, не вопрос, возьмем рошу. В чем трабл? Ну ни в чем. Ну он зевсик все собирает, рефреш оружие обливаем 100 все приобрел, не хватает разной прочей ереси. Ну все, у него будет ништячок, тогда он нажал три кнопки и все, изи вид. Ну Бонька, соответственно, аэго. И опять они идут, все, вот, понятно, видят они ворды, вот, разбили. Зевс, конечно, читерский, у него второй скилл, который палит инвиз, разбиваются ворды, все делается. Можно на центриках экономить. Да, только надо знать, где торчат у него. Ну а как же. Ну, вот и все, и нормально, можно опять теперь разводить на что-нибудь. А там ворота неприятно, несмотря на то, что Бонька снизу стоит. То есть сейчас даже Боня себя продать может, но если как бы он может и готов себя продать, ну пусть зайдет на хг, чтобы как бы не проматился потолок. Ну а еги съесть, то есть он, собственно, поэтому он наглеет, так он не боится. Это понятно. сейчас он крепочка съест в лесочке и пойдет дальше. Ну что-то жрать-то некого, ну кроме вот кентавра. Ну и все, пусть отправляется на здоровье. Антимаг Антимаг счет выперся. Получил Арчидину. Ну, ой, хорошо. Вот три раза всего лишь попал по Антимагу. Антимаг там на одну треть здоровья потерял, как вот. С нифига. Развели на глиф, что в принципе уже неплохо. Все, панда раскладывается. Реведж, реведж по скольким, по трем заходит. Отличный ультвич доктора, просто брависсимо на самом деле. Потеряли Огра и потеряли Клинкс, но Клинкс арестнулся. Умер Дисраптор, умер Тайт, здесь еще и панда умрет. Ну как бы думал, его можно было не кидать. Тауэр Т3 на миджи развалился. Антимаг один здесь ничего не порешает, даже вместе с должны. У него даже него не обращают, они просто спушивают миджи сейчас. Быстро сейчас пойдут и спушат еще и низ. Ну как бы им и карта в руки. Пожалуйста пусть спушивают. Как больно антимагу. Минус антимаг, минус может быть дазл, но нет. Не в этот раз. Минус Тауэр Т3 на нижней линии. И Дум заходит. Правда его возвращают, конечно, в какую-то задницу. Ну а тут уже минус две стороны, глифа нет, антимаг байбэкнулся. И ребята, ну я думаю пора им отходить. Брюмастер свалит или нет? Вот в чем такой вопрос. Достаточно забавный. Получает стан, получает архив, минус. Сейчас. Ему блин сбивают. Ого. Да, сбивает блин. Кто-то не может ничего сделать. Он разложился буквально в первой драке. Поэтому и уязвим очень. Ну сейчас тут сено получает, по-моему. По лицу очень-очень сильно. Да, залутанул в одного Дума. Как-то не очень серьезно. И по-моему это был ульт Зевса, да? Да, это был ульт Зевса. А Зевсу не хватает буквально 500 голды для того, чтобы рефрешер собрать. То есть буквально если он за 80 секунд собирает рефрешер, то три кнопочки и несколько трупиков прям гарантировано. Тем более, Зевс какой у нас? Ну, пока 15-го. Ну, по крайней мере, да, с дезераптором скорее всего отвалится. Ну, кстати, да. Тут можно даже посчитать. Так, ну антимаг минус его тут ничего не спасет. Даже чудо. Я не понимаю, почему не так-то вот реверс свой раздать. Ни-який засранец. Минус брюмастер. Просто живучий дум. Просто невероятно живучий. С ума сойти. Ну что, я думаю, тут Зевс накопил себе уже на рефрешера. В принципе, может себе рецептик тащить или он ТП дает на базу. Дает ТП на базу, нужно ждать 20 секунд. Это как в знаменитом ролике. Нам не нужна курица, мы бегаем на базу или гениться. Ну да. Вот, кстати, клинкс зашел по хайграунду до башни. Тем самым бэкдор не сработало. И он еще до подхода крипов уже начал дамажить башню. Очень правильное решение. Все грамотно было сделано. Минус сторона. Минус барак. Ну а это уже третья сторона и, собственно говоря, третья пара бараков. Ну да. И как раз у Зевса готов ульт, готов рефрешер, готовы арканы и как бы можно прямо-таки мстить. Ну вот, выкупается клинкс. Что осталось, это казарма магов. Ну там, блин, черт, ПТ 785 халсов. Мне кажется, сейчас команда будет суицидиться в этом барак. Ну а стоит ли она того? Ну антимага я аж только появилась и 1800. Опасля. Все. И рефрешер появился у дума. Блинк, конечно, появился у тайтхантера. Это круто. Но не сейчас. Сейчас этот блинк это уже. Ну и получается, что антимаг после Battle Fury вынес только Яшу. И несколько единиц голды. Ничего больше. Ну да, 2000 голды. Вот он манту, я так понимаю, собирается собирать. Ультимейт торп он уже взял. Не спасет уже ничего. Вот они сейчас заберут барак. И на мега крипах уже. Ну увидим мы два ульта. Раз, два. Никто не умер. Ну там все были на грани. Уехал бы дазл если бы. Да. А мог бы уехать и дазл с дисраптором. Но не уехал. Ой, рэвыч, конечно, хорош. Но там барак уже все додолбили. Это мега крипы. Минус тайт. Еще ульт на дисрапторе. Дисраптор. Ну может быть выживет, кстати говоря. Хотя ему очень-очень больно. Там очень-очень неприятно. Да. Выживает все-таки дисраптор. Ну тут уже мега крипы и ггвп. Ну что, ждем следующего ввода. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, самое время сейчас Успели мы на игру, там ребятки все пикнули Прошу прощения за перерыв, да, представляете, надо периодически отдыхать Ну так что, команда зигри против команды в атаке Это у нас сеточка лузеров Скажу сейчас, наверное, минут через 30, что это все будет Бо-3 Безусловно Просто все, или что-то делать Бо-3 и там Финал Бо-5, ну тупо физическое время Никакого не хватит Нереально не хватит времени Так-то две игры параллельно идут И на том спасибо Ну, как бы то ни было Давайте смотреть пика баны В принципе, ничего нового за сегодня у нас в пиках Пока не появилось То есть, возможно, ситуация каким-то образом исправится Ну, может быть, в ту или, может быть, в иную сторону Черт его знает Конкретно по пикам В Death Profit первый пик команды дигри Второй брюмастер Первый пик в атаке Вич, Доктор, Дум Баны команды дигри Тайтхантер, Рейзер и Энигма Наконец-таки, хоть и Энигму в банах Я увидел Сайленсера, Вайпер, Джакира И Шэдоу Шаман в бане от команды в атаке А вот